И еще немного статистики. По данным РИА Новости, в России уже более половины граждан приобщились к сортировке мусора. Как говорят экологи, формировать такую привычку нужно с детства. К примеру, в Березняках регулярно проходят просветительские часы. Накануне в 11-й школе специалист по охране окружающей среды вместе с директором компании Green City поговорили со школьниками на эту тему. А как вы выкидываете мусор? Сортируете ли отходы? С таких слов начался эко-урок для учеников 3-х и 4-х классов. В рамках проекта «Мусор. Вторая жизнь» ребятам рассказали, как перерабатывается пластик, а также как дать вещам вторую жизнь. Многие ребята, вот я это слышу так вот от подруг, от знакомых, приходят домой и говорят, так мама, мне нужны крышки, мне нужны крышечки, потому что нужно сдавать в школу, их нельзя выбрасывать, мне нужны крышки. Или то же самое про батарейки. Надо спасать ежиков, батарейки нельзя выбрасывать, копим, складываем и относим. Ну все это же замечательно, и потому что вот это вот экологическое просвещение, самое главное, что оно, чтобы было не навязано, а было как-то само собой, чтобы люди своим примером что-ли показывали. Такие экологические часы не редкость. Благодаря Центральной библиотеке, которая в конце 2023 года выиграла грант, со школьниками проводятся просветительские беседы, творческие занятия и игры на экологическую тему. Проект реализуется до июня 2024 года, в рамках которого планируется создать на базе библиотеки музей мусора. В него войдут подделки детей из вторичных отходов.